У меня украли айфон. Вот так вот выглядит одиннадцатый. Ром, Макс, тебя как зовут? А тут уже снимают голубой огонек. Ух ты! Ой, она такая... Ой! Юми, что ты делаешь? Юми, это мальчик? Ну все, ребятки, мы отснялись. Привет, я Ани Мэджик, и со мной тут мои песили, барбосили, четыре... Ой, неправильно показала. Четыре штука. Стоп, спокойно. Киса Алиса гуляет где-то на улице. Надеюсь, мы ее встретим, когда туда пойдем. Помните ли вы мою рубрику? Эй, идите сюда. Как все устроено. Так вот, сегодня я постараюсь снять видео из этой рубрики, но знаете где? На первом канале, на телевидении. Я сегодня со своей собакой, покемоном Мимичу, нас туда пригласили в передачу. Вот она, наша кисявка. Кстати, к теме кисок, ребятки, мы с вами встречаемся. У нас снова мэджик-встреча. Ладно, ладно. 7 декабря в Крокус Экспо пройдет выставка... Эй, вам нужно, я договорю, а? Winter Cat Show. Чет-то холодно на улице. Короче, это такая крутая масштабная выставка кошек, на которой будет более 40 пород. Полторы тысячи кошек приедет со всех разных стран мира. Это грандиознейшее событие в кошачьем мире. Более того, там будут всякие конкурсы, розыгрыши, квест на призы. В общем, все. Алиса! Она пошла в багажник. Разве можно с этим котомонстром нормально приглашение снять? Как ты тут оказалась? Вылезла из-под сиденья. Я буду вас там ждать. В описании оставлю ссылочки на инстаграм, где у нас, либо в инстаграме питомцев, либо в своем, скажу точное время. Поскольку будет фан-стреча, приходите, будем обниматься, общаться, фоткаться, как всегда. Такое предновогоднее событие, мне кажется, будет очень круто. Да. Еще там можно будет не только на всякие породы кошек посмотреть, но и взять котика из приюта. Киса Алиса, что ты делаешь? Я, скорее всего, возьму кису Алису, если получится. Так что следите за нашими инстаграмами. И если вы еще не в курсе, я в инстаграме уже говорила, что у меня украли айфон, и мне пришлось купить новый. Но об этом позже в машине уже расскажу. Посмотрите, какой наш RAV4 Тойоточка грязный. Это же вообще жесть. Вот такие вот у нас дорожки. Как вы видите, на нашей стоянке в гараже нет второй машины. Просто я об этом ужасе не рассказывала. Как вы знаете, я пропала со своего канала Animagic и не снимала ролики. И вообще, в общем, все потому, что я попала в нереальную жесткую аварию и разбилась просто в смятку. И, наконец-то, я решила об этом рассказать и показать кадры. В общем, на канале Animagic либо уже вышел ролик, и я оставлю ссылку в описании, либо он выйдет в ближайшее время, и вы посмотрите про эту кошмарную аварию. Кстати, пока я не забыла, короче, мне тут пришла идея по поводу влогового канала Magic Family Vlogs, где снимать именно такие влоги жизненные, реальные, без монтажа вообще там. И рассказывать самые обычные вещи, которые происходят в нашей жизни. Если вам нравится такая идея, то ставьте лайк, и я пойму, что вам реально это интересно. И пишите в комментариях, про что вот вы хотели бы такие обычные повседневные влоги. Про покупки для питомцев, для меня обычные, для дома, как проходит стройка, как мы проходим время. В общем, что вам интересно. А едем мы сейчас по адресу улица Академика Королева, 12. Не знаю, говорит ли вам о чем-нибудь этот адрес, но там находятся Останкино. Телеканалы разные, где снимают передачи для телевизора, и мы едем. На первый канал передачу видели видео. Видите, зажигается на зеркалах боковых вот такие огоньки в виде двух машинок. Это нереально крутая штука. Короче, так показывается, типа, слепая зона. То есть, когда загораются эти огонечки, ты понимаешь, что где-то вокруг тебя есть машина слева или справа, но ты ее в зеркала нигде не видишь. И таким образом вот эти огонечки предупреждают, когда загорается слева, что слева, когда загорается справа, что справа. Есть какая-то машина, которую ты не замечаешь, так что будь аккуратнее. А еще нам сейчас поставили вот такую вот камеру, и видно все, что там спереди. Она периодически включается в определенных именно ситуациях, а еще видно все, что у тебя. Вот сейчас уже выключилось. Сверху, сбоку, сзади. Короче, ребят, пока едем, расскажу жуткую просто историю, которая со мной приключилась в Москве. Будьте осторожны, будьте аккуратны. У меня украли айфон. Причем вот из такой сумки. Пришлось мне ехать на электричке достаточно поздно ночью. Я была как раз на презентации нового RAV4 Toyota. Все хорошо закончилось, я поснимала сториз, все классно. И вот я сажусь в электричку, засыпаю, задремала, потому что устала. И сумка у меня вот здесь вот на животе. Открываю глаза, и сумка уже открыта. Вот там внутри, в заднем кармашке, был паспорт и деньги, их не вытащили, их просто не смогли вытащить. А айфон вместе с наушничками. Это капец. Многие, я снимала сториз в инстаграме на свой старый айфон, динозавр. Все мне писали, подай полицию, Аня, заявление. Вы думаете, наша полиция что-то будет делать? Я поговорила с полицейскими, у меня была функция найти айфон. Я видела, как этот айфон просто мой родненький едет в этой электричке, просто перемещается прямо. Но я спросила полицейских, есть ли смысл вообще писать заявление, действительно ли будут они его искать и так далее. Но они сказали, что, ну, вряд ли, потому что телефонов воруют по 20 на дню и что-то там искать вряд ли кто-то будет. Я, конечно же, ужасно расстроилась. Я паниковала, я ночь не спала, я так нервничала. Но в конце концов я заставила себя стереть все с айфона, потому что, ну, там много важной информации. Там все пароли для соцсетей и так далее. Позвонить в банк, заблокировать карту, которая была привязана к телефону, чтобы расплачиваться. Позвонить в мегафон, чтобы отключить свою сим-карту, чтобы невозможно было ничего сделать. Я это сделала все в ужасном расстройстве и печали. И в итоге поняла, что мне нужно покупать новый айфон, потому что я взяла свой старенький динозаврик. И поняла, ну, это нереально, не снимать сторис на него, не могу уж тем более делать какие-то фотки. Вообще нереально. И поэтому я осознала факт, что мне опять нужно купить айфон. Я очень не хотела покупать новый айфон. Тем более у меня был XS Max. Да, он был весь разбитый. Сзади вы видели в других каких-нибудь видео или в сторисах. Спереди весь разбитый экран. Я его чинила один раз даже по страховке. В итоге я решила, взяла себя в руки, пошла в магазин и купила новый айфон. Почему последний айфон? Потому что, когда я посмотрела на предыдущие модели, когда ты поимел уже XS Max, это десятый, да, до одиннадцатого, очень сложно потом пользоваться восьмым или девятым. Десятый покупать, ну, он чуть-чуть дешевле, чем одиннадцатый. Поэтому я подумала, что, ну, блин, придется, наверное, купить одиннадцатый. Вот так вот выглядит новый айфон. Это одиннадцатый айфон Pro Max, то есть самый большой. Такие у него здесь три камеры. Мне почему-то это напоминает какой-то паучьи глаза почему-то. Вот посмотрите, просто три камеры, три. И суть, для чего вообще эти три камеры? Здесь несколько вариантов теперь съемки. То есть широкоугольник вот такой вот, обычная съемка и приближение, которое не портит качество. То же самое в видео есть. Все эти функции. Ну и вообще куча разных новых функций в этом айфоне. Надо еще разбираться. У меня был до этого XS Max, который я поразбивала. Просто в жутком состоянии он находился. Так что нужно будет хорошенько защититься. Стекло защитное, надеть и чехол. Цвета он такого же, как предыдущий золотистого. Там есть еще белые, черные. Но видите, он не глянцевый, как на камере вот здесь, как предыдущий айфон, а как бы такой матовый. Мы приехали на 17-й КПП. Вот там вот подъезд 17, Академика Королева, 12. Тут все по пропускам. Мы заранее делали пропуск. Просто так сюда попасть нельзя. Сейчас мы припаркуемся где-нибудь и пойдем внутрь. Это Останкинская телебашня. Верхушка у нее в тумане сейчас. В Москве вот такой вот туман. Мы прошли через КПП, нас пропустили с агрензаторами. И сейчас поднимаемся на второй этаж. С нами идет девушка, которая по рации общается со псы. Первый канал. Мы попали вот в такой вот коридор. Здесь очень много людей и всякие фотографии с известными личностями. И мы заходим в костюмерную. Тебя как зовут? О, господи, какая красота! Как тебя зовут, лысик? Тебе не холодно? Ну, пошел куда-то хотя бы. Вот так выглядит костюмерная для приглашенных артистов. Типа мусорочка, водичку. Можно попить телефон, видимо, можно куда-то позвонить. Грумкая связь. Фруктики, печенюшечки, чаечек. Вот такое вот место для отдыха. Можно поваляться. Вот он наш Пакимошка. Юмичу. Здесь стол. Здесь уже гости расположились. Вот такой шкафчик, куда складывается одежда. А вот в этой комнате гримерка. То есть ты заходишь сюда, и здесь тебя гримируют. Вот так вот все устроено. Итак, ребятки, после того, как ты прошел охрану, попал в костюмерную, всегда на телевидении герои подписывают различные документы и бумажки, в том числе согласие на использование твоих материалов. А приехать на съемку ты должен примерно за час, чтобы припарковаться, подготовиться и в том числе, чтобы загримироваться. Это вообще нереальное количество, сколько ты в косметике. Можно вообще, конечно, накраситься заранее и отказаться от грима. Но в любом случае макияж нужен не столько для того, чтобы, типа, ты выглядел красивенько, а для того, чтобы лицо на телевизоре в кадре смотрелось ярче и, главное, не блестело. То есть вы учились именно на гримера, да? Да, у меня именно киношка. То есть если будем снимать кино, можно вас звать и загримировать? А зомби можете сделать? У нас рваные раны, пылевые ранения, ожоги. А какой был самый необычный в жизни грим за всю историю? Ну, я в кино поработала долго, там тоже не на меня пришла. Ну, зомби было. Зомби были, да? Зомби были. Ожог мне нравится, ожоги делать в колоде. О, какой добрый. Ожоги мне нравится делать, ожоги. У меня же воображение дикое, так что. Также эти специальные суперлюди могут сделать тебе еще и прическу. Короче, навести полный марафет, но я и так не особо крашусь. Ношу свои кудряшки под шапкой, поэтому меня просто слегка напудрили и накрасили ресницы. Зато мы круто с гримерами поболтали. Что-то давно я не красилась для видео. А это, ребята, туалет первого канала. Сейчас я сюда зайду. Вот, посмотрите, как все будет. Я такого нигде не видела, кроме как в туалете на телевидении. В кабинке есть специальная корзинка для вещей, чтобы их не роняли в унитаз. Ведь здесь все постоянно ходят то с рациями, то с телефонами. Смотрите, вторая студия. Вечерний Урган. Селфи с Урган там, да, на дождем? Ух ты, там что-то снимают. Прикол, ребята, тут уже снимают голубой огонек. Ну, вы сами знаете, когда зима будет и Новый Год. Смотрите, кто тут у нас. Это петух по имени Витя. Привет. Привет, Витя, скажи что-нибудь нам. Кукареку. Он кукарекает. Он по утрам кукарекает? Он еще и ночью кукарекает. И ночью кукарекает. Можно погладить, да, его? Да, конечно. Он не клюется. Не клюется? Да, смотрите, смотрите. Клюется. Понятно. Даже еще здесь есть. И за гребешок можно потрогать? Ух ты. Ой, я первый раз трогаю за гребешок петуха. Ух ты. А еще здесь гримерки из гостей. Вот эти вот два песика. Все-таки я больше по песикам, чем по петушкам. Ой, прости. Смотрите, какие два красавца здесь. Это собаки, которые работают в транспортной полиции в Нижнем Новгороде. Вот этого пса зовут Зигер, а того рыжий. Он коргет. Господи. Сколько ты весишь? Один килограмм? Меньше, наверное. Ты красота какая. Короче, тут еще оказалось, что среди гостей есть ребята, которые нас смотрят. Вот, посмотрите на вот эту милоту. Как ее зовут? Нюша. Нюша. А у нее язычок торчит, потому что она уже в возрасте, или просто она так всегда была такая? Нет, у нее зубы очень сложно менять. А сколько ей сейчас? Три годика. Три годика. Вот этой вот красоте маленькой. Три годика. Это гримерка, в которой готовят именно гостей. Они здесь все собираются, подготавливаются, делают макияж. А та гримерка, где мы находимся, это гримерка для экспертов, то есть для звездных приглашенных участников. Я сейчас схожу, возьму Юмичу, и мы решили сфоткаться с зрителем нашего канала. Покемон, иди сюда. Иди сюда. Покемона выпустила. Покемон на первом канале. Пойдем. Сейчас впервые Юмичу находится в стенах телевидения. Место, где происходят съемки самых известных вам вообще, ваших любимых наверняка передач. Поэтому у меня к вам вопрос как раз. Немножко нервничает, дрожит такая. Какие вы смотрите вообще передачи, что вы смотрите, какие каналы. Напишите в комментариях ваши любимые самые передачи, самых любимых ведущих, свои любимые каналы. Посмотрите, насколько Юмичу, которую я считаю самой маленькой из своих собак, больше Нюши просто. Она такая. Ой. Уже злая, злая такая. Стань от меня. Покину. Что, не хочешь знакомиться, да? Ты с Дюка маленькая? Юми такая, ой, ой. Я уже боюсь теперь. Юми, смотри, какие ребята. Деглепки. Деглепки. Во. Серьезные ребята так. Одна команда, и все. Юми почему-то... Почему? Зачем? За что? Короче, Юми решила сходить в туалет прямо вот здесь, в гримерке, гостям, поздороваться с гостями. Юми, что ты делаешь? Короче, похоже, Юми Чупа на средство от своей тети Софиа взяла традицию, попадая в какое-то новое помещение, делать свои дела. При том, что ей дали погулять, сказали, вот, на, погуляй. Но нет. Это надо сделать в гостях именно, да? Да, Юми? И в центре, да. То есть прийти, сесть в центр и поздороваться со всеми. У Софии есть такая фишка, она когда попадает в зоомагазин, например, мы заходим, я ей даю погулять, все нормально, все окей, но она заходит, и в центре магазина это делает. Я не знаю, почему это происходит. Да? Тебе нормально, я смотрю, весело, да? Класс. Ты без комплексов, да? А это кто такой нарядный? Это кто такой нарядный? Посмотрите. Юми. Это мальчик? Это петух Витя. А вас как зовут? Нас зовут Милка. Милка. Мне кажется, Витя надо выйти. Марсик. О, какой строгий Марсик сидит. Это собакин из приюта, красавец. Ты что, боишься испугаться? Скажи, да конечно, тут какие-то дядьки и тетки бегают, да? Мы уже идем опетличиваться, как здесь называют на телевизору это. Петлички надевать, микрофончики. А еще интересный факт такой, когда приходишь, идешь на телевидение, тебе говорят, например, не надевайте там любую рубашку. Или какую-нибудь... Вообще есть специальный термин для этого. Ваша кофточка стробит. А, стробит, да. Стробит, потому что очень мелкая полоска и вот это вот все. Оно такой эффект, да, вы его не видели, потому что телевидение это избегает. Как в пустынях оазисы вот такие. Ну, нам сказали, что чуть-чуть можно, чтобы вам показать. Вам все можно. Смотрите, как выглядит. Вот там вот находится студия, а вот здесь происходит вот эти все внутренние процессы. Вот стоит камера. Вот так вот это все изнутри выглядит. Тут какие-то лестницы, какие-то огромные железные чемоданы. Вот там вот сидят ребята, которые отсматривают материал. Операторы, монтажеры, звукорежиссеры. Здесь куча-куча всего, всякой техники. Я не знаю, очень плохо, скорее всего, видно. Здесь очень мрачное такое помещение, темно. И вот оно окружено такой черной тканью. А здесь лестница. И, по сути, вот эта лестница ведет, смотрите, куда. Я сейчас за сцену захожу. Прямо вот сюда, на саму передачу, на сцену. Там сейчас какая-то съемка идет. Вау, прикольно. Видите, сколько камер, видите, сколько техники. Мы сейчас, там, видимо, другой выпуск снимают. Мы сейчас не будем им мешать. Возможно, у меня получится с Юмичу показать вам всю студию со стороны либо зрительного зала. Да, вот, со стороны операторов зрительного зала. Видите, как это выглядит? Офигеть. Это гости, люди, зрители, которые хлопают тут. Вот они сидят на таких черных сиденьях. Тут камеры. И вот тут самая главная камера. Вот она висит на таком крайне огромном. Надевают звуками, петлички. Такие, ну, мы-то блогеры знаем уже, что это такое, петличка. Мы постоянно с этим сталкиваемся. То есть, когда я снимаю видео, я просто провожу провод вот здесь. И вот здесь у меня сидит микрофончик. А здесь, видите, какое на ухе. Спасибо. Такая вот штучка. В нее я буду говорить. Это камера. Это монитор. Тут ручка фокуса. И тут вот ручка зума, транспокатор. Видите, смотрите, двигается, все работает. А это наш веселый оператор. Это наш невеселый оператор. Именно поэтому смеется. Мы здесь занимаемся делом, которое позволяет людям слышать вот это все на долгие километры отсюда. Когда начинается передача уже, вы видите, как гости сидят в студии, потому что это называется рассадка. Сейчас рассаживают гостей. Но на самом деле, как вы видите, нам здесь надели петличку, загримировали. Мы тут внутри за сценой походили, пока там доснимается передача. И сейчас нас рассадят. Как гостей, так и зрителей. И вы всего этого не видите, вы видите уже, как мы такие, раз и передача началась, мы уже там такие сидим. Все, мы погнали рассаживаться. После того, как рассадили зрителей, мы все расселись, пришел ведущий. Некоторое время мы ждем, а потом слышим главную фразу. Мотор, поехали, начинается съемка передачи. Она идет практически непрерывно. Но иногда организаторы или ведущие делают паузы, обсуждая какие-то технические моменты. И многие думают, что на передачах всем говорят, что нужно делать, как себя вести, но нет. Там не было никакой постановы, никто ничего не советовал, по крайней мере на этом шоу. Все так, как и происходит. И зрители смеются и хлопают не по табличкам. Смеемся, хлопаем. И эти зрители на самом деле обычные люди, а не какие-то там подставные актеры. Мы, гости, сидим от начала и до конца передачи на левых диванчиках слева. А участники шоу выходят на правую сторону. И не все сразу, а по очереди. И пока не наступила их очередь, они сидят в первом ряду перед сценой. Уходят одни герои и приходят другие. Мы же сидим всю передачу от начала до конца и участвуем в беседах. Честно признаюсь, не знаю, сколько длится сам выпуск видели видео. Напишите в комментариях, если смотрели хотя бы один. Но мы приехали в 12 часов дня, а уехали около 4. А сама съемка длилась больше 2 часов. Я-то, понятно, человек легко выдержу. Но наш гордый герой, супер покемон Юмичу, меня тоже удивило, потому что всю передачу вела себя шикарно. Так что, что мы там делали с покемоном столько времени, вы уже увидите в самой передаче. Ну все, ребятки, мы отснялись в выпуске. Сейчас будем снимать петлички, расчехляться, как говорят. Зрители остаются тут. Видимо, они будут дальше снимать передачу в следующую. А мы погнали. Это, как бы, получается, ты администратор, организатор вообще всего. Я старший редактор. У нас мы работаем по бригадам. Нас 5 человек. Есть шеф-редактор, это наш самый-самый главный босс. Да, есть старший редактор, есть редактора, есть видеоредактор. Кто для тебя был самый такой странный питомец, странное животное, самое шокирующее? Или не животное, а вообще история какая-то в основном. Самая запомнившаяся такая. Ты знаешь, я... Потому что ты столько, получается, видишь? Я помню почти всех своих героев. Я считала, но я сбилась. У меня больше ста героев уже было. Больше ста. Больше ста. Для меня самый мой любимый герой из недавнешнего, это пак Лёня. Это тоже инстаблогер. Да, да, да. Вот. У него мопс. Ну, я вообще по мопсам. Ну, да. Ну, мопсы они просто. Это очень мопс. Да, Лёня был шикарен. Вот так вот, чтобы меня что-то зацепило, там, нажалость. То есть, вот таких историй не было. Но сегодня к нам придет собака Санни. Это собака, которая работает в МЧС, которая спасает людей. Это вообще очень крутая тема. Мы снимали на канал ролик с собаками-спасателями именно. Вот кто в заброшках. Меня зарыли просто в гору под кирпичи, в заброшке. Она меня нашла. И вот это чувство, что собака такую несет. По команде ищи человека. То есть, мы показываем ролик. То есть, это в Абрадон девочка, где у нее разъезжаются лапы, ее моет хозяин. Засыпает вау. То есть, такое милое, интересное видео, когда мы начинаем рассказывать дальше историю. Мы понимаем, какие у нее награды. Что она делала для людей. То есть, она работала на чрезвычайной ситуации, когда обвалило здание. Она находила людей. Она просто невероятная собака. И для меня вообще честь, что такие люди приходят. Да. Как сегодня корги там, да? Которые наркотики ищут. Это же вообще. Рыжий. Какой смешной такой пирожочек. Инфантинный. Такой, пошел на работу, да. Нормально. Я в полиции работаю. Ребенок себя шикарно вел, по-моему. Вообще шикарная шобака. Мы полетели со съемок. Смотрите, покемона не видно там, да? Ну что ж, ребятки. Мы с второго этажа спустились на первый. Вот так вот, по сути, телевидение наше выглядит на первом этаже. На входе, как любое офисное просто здание. Смотрите, вот разные города, время. Вот такой вот магазинчик здесь. Что-то можно купить. А здесь вот эта вот проходная, через которую мы проходили с паспортами. То есть там все серьезно. Прям, ну, не пропускают просто так. Обязательно смотрите передачу. Я в инстаграмах наших, в питомцев или в моем скажу, когда она именно выйдет. Потому что там очень крутая передача. Крутые животные. Переходите по ссылкам на новые ролики на других каналах. Увидимся скоро в новых видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.